Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 27 апреля, 14.30. В четверг был опубликован доклад Миссии ОБСЕ. В нем говорится о массовых лишениях свободы украинских гражданских лиц на всех временно оккупированных России и территориях Украины. Задержанные сообщают о суровых наказаниях за то, что они говорили по-украински и пели украинские песни. Также в докладе рассказывается о неоказании помощи, принудительных психиатрических обследованиях и смертях в результате пыток и бесчеловечных видов обращения и наказания. Миссия пришла к выводу, что число незаконно удерживаемых российскими властями гражданских украинцев может измеряться тысячами, а внесудебные казни могут приравниваться к военному преступлению. В январе мы рассказывали об этой проблеме и о предложении россиянам, находящимся за рубежом, искать и оплачивать адвокатов для семей незаконно удерживаемых украинцев. Если вы готовы участвовать в этой работе, напишите нам на infosabacadrl.pt. В среду Конгресс США одобрил пакет помощи Украине в 61 миллиард долларов. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию «Медуза» напомнил об авиационной коалиции вокруг Нидерландов, о снарядной коалиции вокруг Чехии, о дроновой инициативе Латвии и о поставках противоракетных систем из Германии. Премьер-министр национал популистского правительства Словакии Роберт Фитцу отказался поддерживать снарядную коалицию. В ответ на это граждане Словакии решили сами собрать деньги на закупку снарядов для Украины. Одним из инициаторов компании стал 99-летний Отто Шимко, который пережил Холокост и участвовал в восстании против нацистов в 44-м году. Вспомните Чемберлена. Он считал, что если отдать Гитлеру судеты, то это принесет мир. Это оказалось полной иллюзией, заявил Отто в интервью BBC. На сайте акции уже собрано почти 4 миллиона евро. На прошлой неделе антивоенный комитет провел дискуссию о том, чем мы можем помогать украинцам. На ней были представлены инициативы из Украины, о которых мы хотели бы вам рассказать. Команда волонтеров «Рубикус» помогает украинцам, бегущим от войны, найти приют в странах Европы. В среднем, чтобы один человек уехал от войны, нужно 100 евро. Деньги идут на покупку билетов, оплату временного жилья и корм для питомцев. Волонтеры уже помогли более 50 тысячам человек. Команда ПТСД «МедТим» занимается эвакуацией раненых бойцов и гражданского населения из зоны боевых действий. Им нужны хорошие аптечки, облегченное снаряжение, топливо и в первую очередь автомобили, потому что они быстро выходят из строя. В интервью каналу «Активатика» в прошлом году их командир Дарья Кремлева, позывной ДШК, рассказывал о том, как российская армия уничтожает украинских парамедиков. Присоединяйтесь и помогайте. Пруфы и ссылки на инициативы в описании.